Слово святителя Иоанна Златоуста на праздник Святого Богоявления Источник евангельских учений имеет отверстие потоки, а если кто-либо, испытывая жажду, пьет из этого источника, тот получает в себе жизнь. Получаешь же жизнь по духу и закону заповедей, испытывая радость, более приятную, чем вино. Сладость духовных словец не знает присыщения, потому что она увеселяет не чрево, а сердце и приводит помыслы благочестивых к божественной любви. Аз оба крещаю выводою в покаянии, гряды же по мне, крепли меня есть. Гряды по мне, то есть в отношении к времени рождения, гряды же по мне, крепли меня есть. Ему же несмь достоин сапоги понести. Какие же сапоги, которые должно было носить, носил Господь? Так как Иоанн говорил, несмь достоин сапоги понести. Здесь сапоги говорят о таинствах домостроительства, потому что сапогами называется в очеловечении Господне. И свидетель этого Господь, возглашающий через пророка наедумею, простру сапог мой. Поэтому его человечение Господне прослыло, как подножье, так как оно явилось на земле и обняло пределы земли. Это именно объясняя, стоя с другой стороны, и пророк возгласил. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтеся подножью ногу его. А суба крещаю вы водою покаяние. Гряды же по мне, крепли меня есть. Ему же несмь достоин сапоги понести. Той вы крестит духом святым и огнем. Ему же лопата в руки его и соберет пшеницу свою в житницу. Клевы же сожжет огнем неугасающим. Когда Иоанн возвещал это и громко проповедовал о Господе креплешем, нежели он, то крестимые им противились Иоанну, говоря, «Пророк, разве ты имеешь кого-либо более крепкого, чем ты? Зачем ты клевещешь на самого себя? Ты – сын великого Захарии. Ты и вожделен для людей, и страшен для тихих зверей. Уже ли ты имеешь кого-либо более крепкого, чем ты? Что ты пустословишь? Нет более крепкого, чем ты. Ты и родился согласно с обетованием. Ты указан Гавриилом. Ты явлен в алтаре. Ты разрешил связанный Гавриилом язык родившего тебя. Ты назван Иоанном, что обозначает благодать Божья. Итак, зачем же ты клевещешь на самого себя? Ты не имеешь более крепкого, чем ты. Иоанн же, как раб, свидетельствовавший в пользу владыки, не допустив присвоения себе божеского достоинства, громко отвечал противостоявшему народу, говоря, «Вы говорите то, чего не знаете. Я свидетельствую о том, что знаю. Идет креплее мне. Я ради того. Он ради меня. Я от неплодной. Он от девы. Я воин. Он царь. Я предсеча. Он небесный. Я получил Духа взаимообразно. Он доставляет жизнь всем людям. Я источник покаяния. Он податель сыноположения. Я крещу вас водою, предочищая вас, как сосуды, загрязненные грехами. Он предложит миру благодати, то и бы крестить Духом Святым и огнем нежвучим, но осветительным огнем. Я привожу в движение язык увещание. Он несет лопату правосудия и снесет праведных, как спелый хлеб в небесную жизницу, а грешников и непокаявшихся предаст неугасимому огню, как Микину. Гряды же по мне крепли меня есть. Того ожидайте к себе от него, примите совершенные крещения. Я светильник в некоторой части, а он солнце повсюду. Гряды же по мне крепли меня есть. Когда Иоанн проповедовал это и подобное этому, крещенные им толпы народа ожидали, рассуждая друг с другом и говоря, потерпим и посмотрим, не имеющее прийти царство или блеск. Иоанн отягчил наши уши изумительными словами. Он говорит, что явится крепли его, несущий лопату и огонь, и духа. При этом, когда толпы народа нетерпеливо ожидали явления мирского царства, Иоанн увидел, что идет Господь всяческих и Бог, и вот Господь в человеческом виде один только, бедный, в одном хитоне, как один из всех людей, достигнув Иордана, наклонил голову пред Иоанном, желая получить себе от него крещение. И так, сверхсильного ожидания, заметив Христа, приходящего в этом уничиженном виде, Иоанн креститель смутился, недоумевал и был изумлен, высматривал кругом место для бегства, желая скрыться от него и не нашел, потому что невидимой рукой был удерживаем и останавливаем. Он воскликнул к удержавшему его Господу, говоря, астребую тобою креститесь, а и ты ли грядешь их ко мне? Что ты делаешь, Господи? Зачем предаешь меня толпам народа на смерть? теперь толпы народные побьют меня камнями, как сказавшего ложь. Я возвестила тебе, великое, а ты явился, как бедный пришелец. что ты делаешь, что ты делаешь, Господи? И вверху сын царя, и внизу царя же сын, и отнюдь нет царского скипетра. Покажи свою десницу, зачем ты явился один только и бедным? Где множество твоих ангелов? Где леонор-хангелов? Где служащие тебе христи крылатые херувимы? Где лопата? Где огонь? Где твой святой дух? Ты прославил Моисея, показал светлое облако, произвел огненный столб, чтоб он шел пред ним, осиял лицо евангельскою славою, раба облег столь великою славою, а ты, Господи, явившись, выйди обыкновенного человека преклоняешь предо мною свою голову. Посмотри вверх. Ты глава всех. Покажи, что ты. Ты обнаружил уничиженное. Покажи высокое. Крести присутствующих и прежде всего меня. Что случится, если я пожелаю крестить тебя? Иордан не перенесет, он узнал тебя Творца, повернул волны свои назад, не течет вперед своим обычным бегом, отвергает обычный порядок. Стихи узнают, и я ли не узнаю? Если желаешь быть крещённым, то окрести сам себя. Я не простираю рук, они отказываются соединиться, цепенеют, сокращаются, что удерживать они не научились, того не принимают, а стребую тобою креститься, и ты ли грядешь ко мне. Я знаю тебя, кто ты, и тебе известно, что я знаю тебя, зачем скрываешь от меня, который знает тебя? Будучи связан в чреве моей матери, и не находя выхода прежде определенного времени, я только созерцал тебя, носимого тою, которую ты носишь. Я узнал тебя, воспользовавшись устами моей матери, воскликнул через ее посредства, говоря свои слова, откуда мне сие, да приидет мать Господа моего ко мне. Там я не обманулся, и уже ли здесь не узнаю, а стребую тобою креститься, и ты ли грядешь и ко мне. Господь как только услышал, сказал ему, остави ныне, таку, бо подобает нам, исполните всякую правду. Остави ныне, ты не знаешь, что говоришь, я знаю, что делаю, слава желаешь, чтобы была открыта тебе слава моего божества, настоящее время не позволяет, все прекрасно в свое время, ты говоришь истину, но не верят тебе, потому что народ иудейский не верен, не назвал виды иудеев порождениями ехидны, следовательно, как же ты хочешь, чтобы я был открыт для них, они не принимают твоего о мне свидетельства в силу своей подозрительности, они подозрительно относятся к твоим словам, что ты предсеча, остави ныне, они получат большее свидетельство, остави ныне, та, куда подобает нам исполнить и всяку правду. Иоанн же говорит ему, как Господи и Господь ему, подобно тому, как я был обрезан, чтобы исполнить закон и крещусь, чтобы утвердить благодать. Если я исполню часть и часть оставлю без внимания, то оставлю домостроительство неполным. Мне надлежит исполнить все, что после этого Павел написал. Кончина закона Христос в правду всякому верующему. Остави ныне, так о Бог подобает нам исполнить всяку правду. Оставь, Иоанн, чтобы естество воды получило освящение. Мне надлежит исполнить все. Если я не получу от тебя крещение, то царь не пожелает быть крещенным от бедного Иерея. Остави ныне, остави для того, чтобы свыше воскликнул отец. Сей есть сын мой возлюбленный, для того, чтобы иудеи не начали называть меня сыном плотника, но небесного отца. Остави ныне, не протився Адаму. Я второй Адам, желающий омыть нечистоту при грешении того, если я не буду окрещен, то как будет очищен тот Адам? Ведь поэтому я и крещусь тридцати лет, выждав возраст того Адама, чтобы через то, что было свойственно ему, утвердить мое. Остави ныне, чтобы исполнилось сказанное устами пророка, глаз Господин на водах, и можно было видеть зрелища страшное. Содрогающийся Иоанн коснулся главы Господа, и когда сверху разверзлись небеса, то ангелы смотрели на происшедшее. Благодать же духа, видя голубя, сходя на главу Господню, оттолкнула десницу Иоанна. И стояло множество народа, весьма недолмевавшего, говорившего друг другу, кто это, потом, как бы отвечая народным толпам, осведомлявшимся друг с другом о том, кто это, отец воскликнул, говоря, сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Его слушайте. Родитель восклицает о своей нежной любви к сыну, чтобы ты понял намерение создателя относительно мира, так как он отдал такового сына за таковых рабов, нежно любимого, за ненавидимых, безгрешного за грешников, славного за бесславных. Итак, прославим явившегося владыку с отцом и сына и святого духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова